Рыбакит папа рисует Друзья, привет! Меня зовут Ваня. Сегодня я превратился в муравья. А так я рисую на рыбакит папа рисует. И там больше я похож на кита. Рисуем сегодня бабочку. Разных насекомых на нашем марафоне. Рисовать будем вот такими восковыми мелками. А раскрашивать вот такой. Такой сладенькой, сладенькой. Ну она не сладкая, конечно же. Мы ее кушать не будем. Акварелькой. Гамма тоже. Берем восковой мелок. Лучше взять плотный. Фиолетовый, например. Он идеально к тебе подойдет. И гусеницу просит нарисовать. Гусеница тоже будет обязательно. Конечно же, насекомые. Потом это метаморфозы. Бабочки той же самой. Мы еще вернемся к этому. А сейчас бабочка, но ребятам постарше. Смотри. Мы будем рисовать бабочку. И мы будем стараться сделать ее очень симметричной. Что такое бабочка? Это два крыла с двух сторон. И они аккуратно складываются. Вот так, как две мои ручки. И мои ручки похожи на бабочку тоже немножко. Мы нарисуем линию сверху вниз. Это симметрия. Линия симметрии значит то, что справа будет похоже на то, что слева. Это важно для бабочки. И если она будет у тебя ровная, то у тебя здорово все получится. Рисуем сначала вот такой ромбик. Справа и слева он похож. И справа и слева все похоже. Так, дальше рисуем. И теперь длинный ромбик. Это пузико. Пузико я называю. Пузико. Животик. Или грудная такая, груди на нашей. Грудина. Так. Дальше. Рисуем длинный-длинный животик. Теперь уже, наверное, да, такое вот. Брюшко. Брюшко. Точно я понял. Брюшко. Это называется у бабочки. Это брюшко называется. Ну, у сикомых. Это брюшко. Это грудина. Да? А это брюшко. Получается такая бабочка. Не похожая ни на все другое. Она геометрическая. Бабочка геометрическая. Что значит? Она вся из геометрических форм сделана. Теперь мы рисуем крыло. Крыло рисуем вверх. И точечку ставим. Вот на этом этапе нужно подумать, какая будет у тебя техника. Я хочу вторую точечку также поставить вверх и точечку. И техника у меня будет повторяясь сам за собой. Нарисовал направо вверх, налево вверх. Точки поставил. Теперь нарисовал вправо вниз и влево вниз. И точки поставил. Старайся, чтобы они были похожи. Это сложно, но у нас получится. Теперь идем вниз. Сюда раз идем. И точечку поставил. Теперь вниз. Два. И точечку поставил. Пока все похоже. Теперь закругляем. Сюда раз. И точечку поставил. Сюда раз. И точечку поставил. Отлично. Получается справа, слева. Все похоже. Теперь нам нужно два других крылышка сделать. И тоже, чтобы они были похожи. Вот сюда выдвинем. И сюда выдвинем. Ага. Теперь вниз. И завершаем. Вниз точечку. Вниз точечку. И завершаем. Раз. Два. Вот у нас и бабочка получилась. Геометрическая. Сложно. Можно постараться. Можно постараться. И как-то получится. А теперь разрежем нашу бабочку на части. Крылышко. Вот так. Разрежем. И вот так будем делить. Всю бабочку поделим на треугольники. Это будет интересно. Какие треугольники ты придумаешь. Повторять за мной совсем не обязательно. Совсем. Вот прям совсем не обязательно. Я рисую как угодно. Делю мою бабочку на треугольники. А эти треугольники я могу поделить еще на треугольники. И еще на треугольники. А потом поделить еще на разные другие треугольники. И получится у нас много треугольников. Такая вот бабочка. Также можно не забыть ей усики. Они тоже такие же. В этом же стиле были. И здесь треугольники и треугольники. Делим как угодно. Как вам нравится. Я вот прям делю подряд. И так и сяк. Главное тут не перепутать потом. Такая бабочка. Я думаю достаточно поделили. Мелок убираем восковой. И берем кисточку. Кисточку берем. Мочим краску. От желтой до оранжевой. До зеленой. До голубой. И еще какие есть. Розовую возьмем. Конечно розовую. Все цвета постараемся использовать. Сейчас вместе красим. И начнем с желтой. Желтую краску берем. И я где-то посередине раскрашу несколько вот этих вот треугольчиков. Желтеньким. Теперь раскрашу оранжевым. Вот эти вот треугольчики. Оранжевым. Стараюсь вот так, чтобы они слева и справа были похожи. Оранжевым. Отлично. И еще вот здесь оранжевый. Тоже попадется. Вот этот оранжевый. Красиво. Дальше возьму голубой. К примеру голубой цвет. Мне нравится голубой цвет. И я начну вот здесь вот. Нет давай зеленый. Зеленый. Как же я голубой. Зеленый надо взять. А потом уже голубой. Вот тут зеленый. Зеленый. Стараюсь сделать симметрично. Слева и справа. Слева и справа. Зеленый взял. Теперь есть еще зеленый. Он называется синий зеленый. Или такой натуральный цвет Натуральный цвет тоже такой Синий-зеленый я его называю Такой немножко бирюзовый Теперь можно прям настоящий синий взять Синий, хороший синий И фиолетовый не забудь Фиолетовый у нас тоже есть Смачивай кисточку после каждого забора краски Зависало, жаль Надеюсь, что зависать не будет Как я настроил Рассчитывал, что зависать не будет Фиолетовый крашу Фиолетовым Так вот все Теперь я перехожу на красные цвета Красный цвет, красивый цвет Вот здесь возьмем красный цвет Возьмем и здесь используем Повторять не обязательно Лучше выбирать свои цвета для разных треугольничков Но старайся делать их с синетричными Чтоб слева и справа было похоже Розовый возьмем Розовый наконец-то Розовый возьмем Два розовых Покрасим Два розовых треугольничка Вот таких вот Отлично Еще покрасим Отлично Еще какие цвета мы не брали Коричневый не взяли Но мне кажется коричневый не очень Такой темный цвет И для бабочки не очень подходит А вот желто-коричневый Он уже лучше подходит Вот здесь вот желто-коричневый я возьму А здесь наверное возьму Пять фиолетовый Или желтый Желтого цвета мне кажется Маловато в этой моей бабочке Геометрической Я возьму желтый Добавлю Отлично Думаю бабочку почти готово Сохраните пожалуйста эфир Эфир сохраняется Ребят конечно же На Гамма Раша здесь эфир сохраняется А на Рыбакит на Ютубе Вы найдете все эти ролики В лучшем качестве В HD формате Удобном просмотре Для На телевизоре К примеру Если вы любите И рисуете с детьми Таким образом Так что есть Есть И по субботам Возвращайтесь Рисуйте с нами Рисовать в прямом эфире Это гораздо интереснее Ну Вань Дисточком Пока я болтал Я оглашал тут новости Всякие разные Я уже дорисовал Всю свою бабочку Это самая сложная бабочка Была за последнее время И наверное Это для ребят постарше Но я думаю Что и малыши тоже справятся Если папа или мама Нарисуют что-нибудь треугольное То у них обязательно Получится раскрасить Это техника раскраски Самая Мне кажется Такая полезная Для ребят Во-первых Легко раскрашивать Сразу получается четко И даже для первоклассников Второклассников Третьоклассников Она отлично подойдет Кто смотрит на ютубе Ставь лайк Если ты рисуешь со мной А приходи в инстаграм Папа рисует И нога марашит А мы делаем Такие классные Такие классные Классные Наши рисуночки